Дай почитать. Дай почитать. Она удачно сочетает ее любовь к криминалистике со страстью к прошлому. Но она даже не предполагала, что окажется, по ее высказыванию, по локоть в жутком, удивительном, трагическом и смешном. Что научится проводить вскрытие и бальзамирование так, как его делали в XVI веке. Что, читая книги рецептов красоты времен Ренессанса, откроет состав этих снадобий – ртуть, мышьяк, свинец, простите, фекалии, моча, человеческий жир. Что увлечется изучением научных работ по эксгумации королевских тел, которые свидетельствовали о присутствии в останках различных токсичных материалов. В книге три части. Яды повсюду яды, ядовитые хроники, слухи об отравлении королей в разрезе научного анализа, отравление в истории нового и новейшего времени. А еще есть алфавитный указатель, библиография и провокационная главка «Выбери свой яд» с емким, беспристрастным и точным описанием того или иного ядовитого вещества и симптомами отравления им. Мышьяком ли, сурьмой, ртутью, свинцом, аконитом, белодонной, белиной, шпанской мушкой, стрихнином, полонием-210 и другими смертоносными изобретениями. Подробно описаны протоколы предотвращения отравлений королей и других знатных особ, в которых было задействовано огромное количество людей, пробующих еду и охраняющих еду. Во времена правления королевы-девственницы Елизаветы I безупречный цвет лица был и вопросом красоты и благочестия. Рекомендовалось замазывать оспенные рубцы смесью скипидара, пчелиного воска и человеческого жира, которые, кстати, срезали палачи с еще теплых трупов. Использовала ли это средство для избавления от шрамов Елизавета I неизвестно, но она активно принимала церус, белила, состоящие из свинцовой руды, уксуса и мышьяка. За красоту платили здоровьем и жизнью. Да уж, элегантность бывает разной. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!